Последнее мое видео было посвящено новой теме, это арбитраж, сделки, которые могут приносить прибыль наверняка, но небольшую прибыль. И я рассказал общую суть, напомню, что арбитраж это когда мы играем на разнице цен между разными рынками, ну в частности было два инструмента представлено как вечный фьючерс на доллар и доллар обычный C623 в данном случае, то есть который всегда рассматривался. И это видео вызвало достаточно большой интерес в том числе у специалистов и сейчас я немножечко продолжу на эту тему. Итак, здравствуйте друзья, здесь Демитков Юрий, ну очень приятно мне было осознавать, что меня смотрят не только начинающие трейдеры, но и опытные уже люди. И я получил вот такой отклик, который я целиком приведу, потому что это очень-очень важно. Это Сергей Баранник. Юрий, привет. Посмотрел ваше видео про арбитраж, у вас там несколько ошибок важных. Очень приятно, что люди смотрят внимательно и указывают мне на ошибки, это здорово. Во-первых, вы говорите, что при экспирации квартального C он рассчитывается по цене вечного. Это не так, он закрывается по цене спота. Вечный фьючерс. Второе. Вечный фьючерс тоже можно экспирировать. За три дня до экспирации квартального можно подать заявку на экспирацию вечного. Вечный превратится в ближайший квартальный. Здесь и происходит схлопывание и фиксация прибыли. Третье. Вы не упомянули про фандинг. Я о нем ничего не знал. Это очень важно. Ведь за удержание инструмента вечный при переносе на следующий день может списываться со счета во время вечернего клиринга. Но здесь может как списываться, так и начисляться, смотря как вы стоите в лонке или в шорт. И смотря какой размер фандинга, он бывает и нулевым. Вот вчера, например, он держал позицию, там 111 рублей начислили за один контракт. Соответственно, кто держал шорт, с них списали эту сумму. На фандинге можно хорошо зарабатывать. И, кстати, расхождение между вечным евро и квартальным евро, 1 рубль, его выгодно арбитражить. Спред больше за фандинг начисляется. Четвертое. Чтобы знать все нюансы, рекомендую чат в Телеграме и канал Коровина Ильи. Ну, вот такое сообщение. Сейчас я, значит, ну, во-первых, спасибо огромное за то, что смотрите и указываете мне на неточности. Это очень приятно. И это заставило меня посмотреть внимательно на все вот это вот и попытаться разобраться, что же такое фандинг. Итак, смотрите, что я сделал. Вот сейчас вы на экране видите, я вывел на один экран цену. Смотрите, это вечный фьючерс, нижний график. Вот он, зелененький. И на доллар. Доллар к рублю. А вот это вот верхний график, это USDRUB Tomorrow Price. То есть это спот. Это цена рынка спот. То есть это уже доллар на валютном рынке. Я их сумел вывести на один график, потому что и здесь, и здесь цена как бы за один доллар. И, соответственно, и там, и там размер лота тысяча. То есть я могу видеть, ну, реально вот эту вот разницу между спотом и вечным фьючерсом. И второй график. Сейчас я попытаюсь показать, где он тут у меня. Вот он. А это график C. Вот так. Вот это график, вот это вот еще раз. Это вечный фьючерс. Здесь цена 81.44. А это график C. Это 80 500. Это уже за тысячу долларов. Ну вот они здесь так и стоят. 80 500, 81.41. Сейчас, в данный момент, ну, как вы видите, как вы видите, разница между ними уже практически вот между одним лотом на фьючерс срочного рынка и один лот на вечный фьючерс практически уже, ну, около одного рубля. То есть вот надо постоянно смотреть и на максимальной вот этой разнице очень хорошо можно сыграть. То есть купить фьючерс сишку вот здесь и продать, соответственно, вечный фьючерс вот здесь. Теперь далее. Что касается вот этого замечания, замечательного, которое мне написали, я вот еще тогда, значит, подумал, думаю, так, ну, у фьючерса квартального оси, который, у него срок экспирации 14 июня. И по условиям экспирации, я же помнил, что это use the root tomorrow, а тут вечный фьючерс. И вот у меня тоже возникла, ну, во-первых, у меня возникла, как бы, мысль о том, что это должно быть, ну, вечный фьючерс должен точно соответствовать квартальному, а казалось, нет. И здесь есть такая штука, вот, которая во фьючерсах называется, это либо контанго, либо бэквардация, вот, о чем это речь. Ну, а здесь, в данном случае, эту роль играет, насколько я понимаю, вот это вот самый фандинг. Я стал разбираться, что же такое фандинг. Зашел на сайт московской биржи и стал копаться. Ну, у фьючерсов я знаю, что есть вариационная маржа, и вот, что я откопал уже на бирже. Сейчас я скачал документ в формате PDF, сейчас вы его видите. Вечные фьючерсы на курсы USDRUB, EURORUB и китайский юань к рублю. Расчетная цена в клиринг определяется по ценам валютного рынка. Механизм расчета вариационной маржи включает фандинг, который служит для стабилизации ценообразования вечных контрактов. Исполнение вечного фьючерса в соответствующий квартальный фьючерс, возможно, раз в квартал. Смотрите, что происходит. А вот этот вот C, который фьючерс, C-шка, он, экспирация происходит 14 июня. А с вечной фьючерс, вечной фьючерс, он, у него нет срока экспирации. Он каждый раз, ну, переходит в следующий и так далее. У него нет срока экспирации. Но есть одно условие, что можно подать заявку на исполнение, на экспирацию этого фьючерса 4 раза в год, то есть 1 раз в квартал, за 3 дня до экспирации квартального фьючерса. Понимаете? Вот в чем соль. То есть вот этот вот вечный фьючерс может стать квартальным, C-шка. Если вы подадите заявку за 3 дня до экспирации квартального. А квартальный, я напоминаю, схлопывается уже в USD RUB Tomorrow. Вот. И вот здесь вот происходит схлопывание. То есть, там уже однозначно вариационная маржа, разница между C-шкой и вечным фьючерсом обнуляется. Вот таким вот образом. Теперь, далее, значит, переходим на следующую страницу этого документа и смотрим. Расчет вариационной маржи. Что такое вариационная маржа? Те, кто проходил курс по опционам, знают. Это очень важно. Это базовое понятие. Те, кто не проходил, вряд ли это понимают, о чем речь. Потому что это вот базовое понятие на срочном рынке. Если вы этого не понимаете, то, в общем, соваться туда не стоит. Потому что для вас это будет полная загадка, даже если вы очень активны и хорошо торгуете на фондовом рынке. То есть фьючерсный рынок, вот срочный рынок, он отличается в корне. Срочный рынок отличается именно наличием вариационной маржи и именно наличием гарантийного обеспечения. И именно тем, что, ну, все это предназначено именно для спекулянтов, потому что спекулировать там, конечно, намного проще. Вот. Итак, значит, да, и у меня спрашивали в прошлом видео, какие комиссии, какие комиссии. Так вот, комиссии на покупку фьючерсов или продажу фьючерсов, вот если считать фьючерсы, то они абсолютно одинаковые и там мизерные. Зависит от этого самого, от вашего тарифного плана, у вашего конкретного брокера, конкретно я, у открытия брокер. И там есть два тарифа, значит, один там, по-моему, инвестиционный, другой какой-то там типа спекулятивный. Так вот, нужно выбирать тариф инвестиционный, как это ни странно, насколько я помню, потому что в тарифе инвестиционном на срочном рынке как раз есть линейка. И там комиссия брокерская зависит от объема торгов. Ну, у открытия, надо сказать, что она самая минимальная из всех брокеров, которые я видел, там доходит до, там, что-то, чуть ли не до 10 копеек за один контракт. Обычная комиссия, это, ну, там, 10 рублей за контракт бывает, бывает 2 рубля за контракт. У открытия, насколько я помню, то ли 2 рубля, то ли 75 копеек за контракт, а потом, в зависимости от объема торгов, она ниже, 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 то есть оптом дешевле. Но при этом добавляется, естественно, ну, там, основная комиссия, это комиссия биржи, которая берет биржи, она добавляется к комиссии брокера, и там она, ну, будет повыше немножечко. И вот этот вот фандинг, который уже более существенный. Так вот, значит, фандинг определяется как отклонение цен в вечном фьючерсе и споте, величина D с учетом допустимого параметра L1 и максимального отклонения параметра L2. И тут такая формула. Фандинг равно минимум из L2 и максимум между минус L2, минимум минус, ну, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, формула, это такая печалька большая. Я, в общем, математик, но я тоже не очень люблю формулы, я люблю графики и так далее. И в чем здесь суть на самом деле? А вот суть этой формулы в следующем. Есть допустимое отклонение цен вечного фьючерса и спота. То есть вот смотрим сюда. Вот если вот эти графики, вот эти графики, два, верхний и нижний, расходятся на какую-то смешную и совсем маленькую величину, то, в общем, у ваш фандинг будет ноль просто. И все. Просто ноль. Ничего. Если эта величина становится больше, чем определенный какой-то предел, то либо берется, либо начисляется вот этот вот самый фандинг. Если эта цена выше, так сказать, разница выше, чем определенный порог, то берется, ну, как бы, максимальный размер начисляемого или списываемого фандинга. Что такое фандинг, как бы? Так, сейчас я попытаюсь объяснить. Ну, давайте просто на практике посмотрим вот эту вот страшную формулу просто применить. Ну, в данном случае 81, где-то с половиной, средняя цена. Вычисляем значение D, разница между спотом и вечным фьючерсом. Здесь все легко. 81,36 минус 81,50. Получается 20 копеек. Да? Да. Где-то 20 копеек. Записываем. 0,2 рубля. 0,2 рубля. Теперь берем, значит, смотрим вот на эту табличку и смотрим. Допустимое отклонение цен вечного фьючерса из пота. 0,05% на доллар. Сейчас я умножу это дело. 81,5 умножаем на 0,05%. 4 копейки. Итак, L1 у нас 4 копейки. L1 4 копейки. L2 вычисляем. Так, а у нас сколько там разница? 20 копеек. Значит, 20 копеек это явно больше, чем 4 копейки. L2 вычисляем. 0,35%. 0,35% 28 копеек. У нас 20 копеек, то есть ниже. Соответственно, у нас будет L2 это 20 копеек. L2. Теперь смотрим. Минимум из L2, который у нас 20 копеек. И максимум минус L2, минус 20 копеек. И минимум из. Так, еще раз. L1 у нас сколько получилось? L1 равно 4 копейки. L2 равно 28 копеек. Разница у нас 20 копеек. D. Вот. Вычисляем. L2. Минимум из 28 копеек. Либо минимум из минус 4 копейки и D20 копеек. Минус 4, естественно, это меньше, чем 20. плюс максимум L1, 4 копейки и D20 копеек. Так, максимум из 4 и 20 это 20. Равно минимум из 28. И, значит, минимум минус 4 и 20, минус 4, плюс 20. Минус 4 плюс 20 равно 16. То есть, равно 16. 16 копеек. 0, 16 умножаем на 1000. Это за один контракт. Получаем 160. То есть, мы получим, насколько я понимаю, 160 рублей во время вечернего клиринга. Потому что цена вечного фьючерса отстает от цены базового актива. То есть, цены фьючерса квартального. То есть, нам будет начисляться вот эта вот разница между этими графиками. Ну, насколько я правильно понял. Если я что-то не так вычисляю, наверное, вы меня можете поправить. Для чего нужна эта разница? Смотрите. Ну, еще раз могу сказать, что... Смотрите, что за 3 дня буквально до экспирации квартального фьючерса, стоимость квартального фьючерса и вечного фьючерса, они схлопываются. Почему они схлопываются? Потому что, если там расхождение будет больше... Ну, оно не может не схлопнуться, потому что... Потому что, смотрите, чем это регулируется и вообще, как это регулируется, и от чего возникает вот эта вот разница между вечным фьючерсом и спотовым рынком. А возникает она следующая разница. Это... Есть спрос на валюту и есть предложение. Если люди ожидают, что валюта будет расти, если люди ожидают, что валюта будет расти, то надо покупать валюту, правильно? И спрос на нее повышенный. Логично? Логично. И я смотрю, и вот он у меня... Вечный фьючерс дешевле, чем валюта на спотовом рынке. И я такой, блин, а зачем я буду покупать на спотовом рынке, если я сейчас куплю вечный фьючерс, а потом он точно станет валютой. То есть я куплю сейчас валюту дешевле, чем она, как бы, стоит. Вот. Ну и здесь, соответственно, много таких хитреньких, конечно, которые хотят доллар купить подешевле, но вот против них как раз и существует вот этот вот фандинг, потому что фандинг – это все выравнивает вот эту вот разницу между курсом спотового рынка и вечным фьючерсом. То есть вечный фьючерс повторяет, повторяет, практически повторяет, но с небольшим разбросом. И наоборот, если, например, люди все ожидают, что доллар упадет к рублю, то, соответственно, все будут продавать доллар, ну, как бы, и все будут продавать вечный фьючерс. А фьючерсы – это такое дело, которое, в общем, ну, не совсем соответствует, не совсем обеспечено, а механизм обеспечения – это вот раз в квартал они могут схлопаться, ну, то есть они обязаны просто схлопываться, поэтому они раз в квартал будут схлопываться. И раз в квартал вот эта вот разница между спотом и вечным фьючерсом будет стремиться к нулю. А в начале этого периода, конечно же, здесь будет, ну, достаточно большая разница в ценах между спотом и вечным фьючерсом. Ну, такой механизм просто регулирует спрос и предложение, больше ничего. Вот такая история. Ну, по-прежнему я могу сказать, что это все достаточно интересно. И вот посмотрите, вот сейчас я вот на более длительном периоде мы посмотрим, и видно, что, ну, вот посмотрите, вот здесь вот, да, например, вечный фьючерс перестал торговаться. Во сколько? В 17 часов он, ну, просто он не торгуется на вечерней сессии, насколько я понимаю. А тут скакнул. Ну, как бы, вот против таких оно и существует, вот этот вот самый фандинг. То есть вот он, вот этот вот скачок нивелирует. Вот, собственно говоря. И вот эта разница, вот здесь вот особенно наглядно видно, вот здесь вот видите, раз, 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 они одинаково-единаково, потом раз, расходятся. И вот в момент максимального расхождения, в момент максимального расхождения, разбега, вот здесь они почти одинаковые, а здесь вот надо и брать, или надо вот улавливать вот эти моменты. Значит, здесь покупать, а здесь продавать. Если мы здесь купили, здесь продали, то мы зафиксировали вот эту вот разницу. То есть, понимаете, она еще вот, они идут вот так вот параллельно, да, но они еще вот так вот расходятся. То есть, как бы, разница между этими графиками расходится. Поэтому здесь надо, ну, очень многое зависит от того момента, когда мы открываем вот эту арбитражную сделку. Если мы делаем одновременно и покупку, и продажу. А тот механизм, который я рассказал в прошлом видео, конечно, когда тройную можно сделать, три раза это сделать при одной и той же сумме, то, в общем, риски, конечно, увеличиваются, но вот это именно можно сделать как раз в встречные сделки. Только в момент, ну, только если мы завершаем их, совершаем их одновременно. Вот такая история. Ну, первая пара, которую я рассмотрел, это EURUSDRUB к доллару. Вот аналогичная система, это EURURUB, вечный фьючерс к споту здесь. Ну, и есть, соответственно, фьючерс на евро к рублю. То есть, здесь аналогичный второй инструмент. Третий инструмент, как вы понимаете, это китайский юань. Я его не стал выводить сюда. Ну, и есть варианты еще арбитражных сделок между фондовым рынком и срочным рынком, и даже если... И даже между валютным рынком и тоже срочным рынком. Но об этом я, наверное, расскажу чуть... Ну, в другом видео просто надо подготовиться. На сегодня все. Может быть, немножечко путано, конечно, получилось, и немножечко заумно, но что делать? Такая тема очень сложная, во-первых. Во-вторых, ну, это могут понять люди, которые занимались опционами, на курсе по опционам, и которые разбираются в опционах, конечно же. И поэтому, если вы не разбираетесь, то я приглашаю вас пройти курс по опционам, который я записал. Это я еще раз повторяю. Ну, на мой взгляд, если не лучший, то один из лучших точно курсов по опционам, который существует. Точно он самый доступный, по крайней мере. То есть, все остальные просят там тысяч 40-50. У меня всего за 15 тысяч вы пройдете от нуля все до хороших знаний по опционам и по срочному рынку. Купить этот курс, приобрести можно на моем сайте demetkov.ru. Ссылочку на него вы видите вон там. Ну, а на сегодня я хочу завершить. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий. Лайк, подписка, колокольчик.